Борцы со всей страны съехали с Староосколы. Во дворце спорта Аркада проходят сразу два масштабных события. Всероссийский турнир поколений и межрегиональные соревнования памяти Дмитрия Хлебникова, именитого старооскольского тренера по вольной борьбе. Два крупных состязания в одном зале. Впервые Всероссийский турнир поколений проходит одновременно с межрегиональными соревнованиями памяти Дмитрия Хлебникова. Масштабные спортивные события собрали 22 команды. Это около 400 спортсменов из Центрального Черноземья, Татарстана, Дагестана и Украины. На самом деле это большая честь проведения таких турниров. Многие мечтают иметь такой турнир проводить. Мы вот в Воронеже, например, как бы одни из лидеров Центрального федерального округа. У нас всего лишь четыре турнира прошло пока. Раньше не было мастерского такого турнира. И на самом деле не каждому региону доверяют такие соревнования. В Старомосковой базы очень хорошие. Сегодня на межрегиональном турнире борются девушки. На мастерском ковре мужчины. 19-летний Никита Скубатов из Воронежа в турнире поколений участвует впервые. В стартовой схватке одержал победу над соперником из Белгорода. Первый период тяжело было. 5-0 проиграл второго. Чисто. Дали. Сегодня Никита хочет войти в тройку. В этом сезоне он намерен получить звание мастера спорта. Традиционно самые сильные соперники на ковре – кавказцы. Семран Султанов уступил своему земляку из Дагестана. У нас в Дагестане селение. Только борьба была. И вся больная борьба. Поэтому с пяти лет занимаюсь. Правда, пропустил после операции. Три года. Но поэтому уже не в форме. В этом году турнир, на мой взгляд, чуть-чуть послабее, чем в том году. Но я считаю, что все равно ребятам есть с кем побороться и проверить свое. Все эти турниры для того и проводятся, чтобы повысить свое мастерство. Дать тренерам пищу для размышлений. Над чем стоит работать в дальнейшем. Оспаривать первенство борцы будут на протяжении двух дней. Самые зрелищные схватки среди профессионалов состоятся завтра, 17 ноября.